здравствуйте уважаемые подписчики канала ветеринарной клиники биовед сегодня мы поговорим о такой породе собак как алабай как только такая собака появилась в вашем доме обязательно нужно выделить время на правильный уход за щенком ну во-первых должна быть какая-то вещь или подстилка которая пахнет мамой так будет легче щенку пережить разлуку обязательно отведите определенное место кормления не надо кормить собаку со стола и следите чтобы питание алабая было правильным про выгулы обязательно нужно выгуливать уже начиная с трехмесячного возраста на поводке и приучать к простым командам ко мне рядом и так далее вообще алабая очень быстро растут и в какой-то момент захотят стать лидером в своей стае то есть вашей семье не упустите этот момент и покажите кто в доме хозяин про характер алабая эти собаки во время их существования этих собак часто использовали для охраны стадо караваев жилищ людей поэтому сформировался определенный внешний облик и характер сильный мощный бесстрашный они никогда не будут использовать энергию по пустой будут ее экономно расходовать они имеют очень такую независимую линию поведения никогда не будут служить из-за еды скорее они примут еду как награду за службу если они смотрят то они смотрят как бы с высока и не отводят взгляд эти собаки не любят пьяных и стараются не пускать их свое личное пространство но кидаться в бой это не про них они скорее покажут свою территорию рычанием или лаем спокойные собаки если вдруг алабаю покажется что какая-то команда хозяина не целесообразна они откажутся ее выполнять нельзя недооценивать дрессировку с самого начала приучайте собаку каким-то командам это поможет справиться с большим здоровым независимым псом которым алабай обязательно станет во время игры используйте специальные резиновые мячики и косточки они какие-то старые вещи чтобы алабай чувствовал что у него для игры специальные предметы и не драл вам мебель не портил какие-то другие вещи старые вещи тоже не подойдут не забудьте про прививки порядок и график их знает ветеринар алабаев желательно не купать делать это только в случае сильного загрязнения шерсти рекомендуется мыть лапы после прогулки кстати плавание очень хорошо влияет на алабая поэтому если вы будете летом где-то на озере обязательно постарайтесь чтобы алабай поплавал это хорошо влияет на развитие грудной клетки и лап помните и об уходе за шерстью должен быть у вас густой гребень и в уходе за ушами нужно протирать их дезинфицирующим средством заботьтесь о вашем питомце и тогда он станет прекрасным членом вашей семьи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до скорой встречи